Битва за импичмент. Битва за импичмент. Чем заняты американские политики? 1. Журнал «Огонек» номер 41 от 21 октября 2019 года, СТР. 20. Чем шире круг лиц, втянутых в слушание по импичменту, тем очевиднее, этот процесс, запущенный Палатой представителей, может спутать карты абсолютно всем кандидатам на выборах нового президента США в ноябре 2020 года. Иван Лебедев. Примерно две недели назад в Вашингтонском аэропорту имени Далиса двух пассажиров, собиравшихся вылететь в Вену, попросили пройти не на посадку, а в специальное помещение, где их ждали американские следователи. Там уроженец Украины Лев Парнас и выходец из Белоруссии Игорь Фруман, проживающие в последние годы в штате Флорида, были задержаны по подозрению в незаконном финансировании предвыборных компаний елоббистской деятельности. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк, предъявившая им обвинение, считает, что в 2018 году они передали более 300 тысяч долларов комитетам политических действий, созданным для поддержки президента Дональда Трампа. Но самое главное задержанные были напрямую связаны с личным президентским адвокатом, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. В другое время эта мутная история, коих в Америке случается немало, могла бы остаться почти незамеченной. Но сейчас она оказалась неотъемлемой частью, пожалуй, самого громкого за последние годы скандала, изо всех сил раздуваемого демократической партией в надежде отстранить от власти республиканца Трампа. 24 сентября спикер, находящийся под контролем демократов Палаты представителей Конгресса США Нанси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента. О значении этого шага, которому давно готовилась, но который никак не решалась сделать оппозиция, говорит хотя бы тот факт, что до сих пор в американской истории такое и случалось лишь трижды. Украинская овертюра Согласно Конституции США, импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения должностей федеральных служащих, в том числе президента, если они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках. При этом ни разу подобные действия в отношении главы государства еще не были доведены до конца. В 1868-м 17-го президента США Эндрю Джонсона обвинили в незаконном увольнении военного министра, а в 1998-м 42-го президента страны Билла Клинтона в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию в ходе сексуального скандала с Моникой Левински, однако оба они были оправданы. В 1974 году 37-й президент США Ричард Никсон сам ушел в отставку под угрозой импичмента в связи с Уотергейтским скандалом. Что касается Трампа, то поводом для начала процедуры импичмента стал, как известно, его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США просил своего собеседника возобновить расследование в отношении газовой компании «Буризма» и входившего в состав ее совета директоров сына бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдина Хантера. Рассчитывая таким образом дискредитировать своего самого опасного соперника на президентских выборах в 2020 году, Трамп поручил Джулиане вплотную заняться этим делом. Кого еще боится Дональд Трамп? Однако у бывшего украинского прокурора имелась несколько иная версия этих событий, которую он успел поделиться с Джулиане. И сделал это шокен с помощью своих знакомых в Америке тех самых Парнаса и Фрумана, выступавших посредниками в организации встреч президентского адвоката с украинскими официальными лицами. Со своей стороны, Трамп в разговоре с Зеленским настоятельно просил его оказать Джулиане содействие, а затем весьма подозрительным образом под предлогом ревизии заморозил предоставление военной помощи Украине. Известно об этом стало, когда некий информатор из числа сотрудников ЦРУ направил председателям комитетов по разведке Сената и Палаты представителей письмо, в котором, ссылаясь на свои контакты в Белом доме, изложил содержание беседы Трампа с Зеленским. После этого Пелоси объявила о начале процедуры импичмента, а Белому дому пришлось пойти на беспрецедентный шаг и опубликовать текст беседы двух президентов. Министерство юстиции заявило, что не нашло в действиях Трампа ничего противозаконного. На демократы обвинили его в нарушении Конституции, использовании служебного положения в личных целях и призывах к лидеру иностранного государства вмешаться во внутреннее дело США. И не просто в какие-то второстепенные события, а в президентские выборы. Действия президента Трампа вскрыли постыдные факты измены принесенной им присяги, предательства нашей национальной безопасности и честности наших выборов, заявила спикер Палаты представителей. Кто может потеснить Джо Байдена во время предвыборной гонки? А что думают и говорят по этому поводу простые американцы, которые через год 3 ноября 2020 год придут на участки для голосования? Общественное мнение никогда не было, и не должно быть, главным фактором при решении сложных политических проблем. Но оно во многом определяет настроение политиков, которые этими проблемами занимаются, и члены Конгресса, как обычно, действуют с оглядкой на мнение своего электората. В конце концов, через год в США вместе с выборами президента будет переизбираться треть Сената и полностью Палата представителей. Беда, однако, в том, что и глаз народа неоднозначен. Как показал опрос социологического центра университета Манмут, штат Нью-Джерси, 42% избирателей считают, что Трамп определенным образом шантажировал Зеленского, добиваясь от него возобновления расследования против сына Байдена. При этом равно то же количество респондентов полагают, что и Байден, возможно, оказывал давление на украинские власти, требуя прекратить разбирательство по Бурисме. Есть и другие данные. Так, за последний месяц число тех, кто выступает за импичмент Трампа, немного увеличилось, но все равно составляет менее половины всех избирателей, 44-47%. Налицо резкая поляризация по партийной принадлежности, демократы за, республиканцы против. Но даже при этом многие демократы предпочли бы, чтобы Трамп был побежден на выборах, а не отстранен от власти в результате импичмента. Что касается независимых избирателей, то многие из них считают, что пока слишком рано говорить, заслуживает ли президент отречение от должности. Чтобы ответить на этот вопрос, нужна дополнительная информация. Плохой хороший парень. Нужна она и для того, чтобы понять, как это отразится на Джозефе Байдене. Профессор американского университета в Вашингтоне Дэвид Баркер напоминает, что, когда в 2016-м разгорелся скандал с электронной перепиской Хиллари Клинтон, это соответствовало ее имиджу скрытной и неискренне особой и поэтому люди охотно в это поверили. На этот раз обвинение в адрес Джозефа Байдена совершенно не соответствует представлениям об этом человеке, которые сложились у избирателей за 40 лет его работы на выборных должностях. В избирательном штабе Байдена могут не обращать внимания на выкрики Трампа и Руди Джулиани. Если кто-то вроде них называет тебя плохим парнем, то это значит, что на самом деле ты хороший парень, приводит газета The Philadelphia Inquirer мнение политтехнолога Нила Аксмана. В то же время его коллега Джаэл Беннинсен напоминает, Трамп умеет безостановочно повторять в адрес оппонентов одни и те же обвинения, и, хотя его утверждения могут быть абсолютно безосновательными, они запоминаются именно потому, что звучат снова и снова. Потоки грязи, вылитые на политического противника, неизбежно оставляют какой-то осадок, и такая стратегия не раз срабатывала. Ведь попробуй потом разберись, то ли он шубу украл, то ли у него украли. Никаких доказательств, что Джозеф Байден или его сын каким-то образом нарушили закон, пока нет. Рейтинг популярности бывшего вице-президента почти не изменился. Кстати, как и рейтинг Трампа, в основном благодаря сильнейшей поляризации американского общества, сторонники Демпартии остались при своем мнении, республиканцы при своем. Как проходит расследование Конгресса по вопросу об импичменте Дональда Трампа. Плюсом для Байдена в этой скандальной ситуации, пожалуй, можно считать только то, что она лишний раз напомнила, кто является главным соперником Трампа и лидером гонки среди демократов. Остальные 18 участников предвыборного забега, то есть соперники Байдена из демократического лагеря, поддержали начало процесса импичмента, но тоже не знают, надо ли им радоваться такому ходу событий. Об их избирательных кампаниях временно забыли. Они исчезли из выпусков новостей, отмечает Аканел. Эта история слегка повышает статус Байдена, будто он уже объявлен официальным кандидатом и соперничество идет только между ними Трампом. Неудивительно, что другие претенденты из числа демократов не спешат выражать солидарность с конкурентом однопартийцем. Когда кто-то ведет стрельбу по вашему оппоненту, вы не вставите грудью на его защиту, подчеркивает Аксман. Миссия невыполнима. Демократы в Конгрессе намерены использовать не только факты, вскрывшиеся в ходе телефонного разговора Трампа с Зеленским и контактов Джулиане с украинцами, но и 448-страничный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование в связи с подозрениями относительно сговора Трампа с Москвой накануне президентских выборов в 2016 году. Директор ФБР не нашел доказательств сговора, но допустил возможность того, что Трамп пытался помешать расследованию, то есть препятствовал отправлению правосудия. А это в США считается серьезным преступлением. Если бы у нас была уверенность в том, что президент не препятствовал следствию, мы бы это указали, сообщили авторы документа. Как объявила Пелоси, обстоятельства этого дела изучат шесть комитетов Палаты представителей. Они передадут свои выводы в юридический комитет, который должен будет решить, есть ли основания для импичмента и в случае положительного ответа направить обвинительное заключение в Палату полного состава. Чтобы утвердить документ, там потребуется простое большинство голосов, и тогда вопрос будет передан в Сенат, который, по сути, возьмет на себя функции суда. Конгрессмены выступят как сторона обвинения, сенаторы как жюри присяжных, а председательствовать на процессе будет глава Верховного Суда Джон Робертс. Для импичмента нужно не менее двух третей голосов сенаторов, 67 из 100, и это может стать главным препятствием для демократов. Если в Палате представителей, где оппозиция занимает 235 кресел из 4 сет 35, вопрос с осуждением Трампа может быть решен достаточно легко, то рассчитывать на квалифицированное большинство при голосовании в Сенате пока не приходится. У республиканцев там 53 места из 100, и перетащить на сторону демократов два десятка из них задача из разряда миссия невыполнима, и все же Трамп от импичмента не застрахован. Пока республиканцы даже те, кто не питает к нему теплых чувств, соблюдают партийную дисциплину. Мнение большинства из них, пожалуй, лучше всего выразил сенатор от штата Пенсильвания Пэтуми, президенту не подобает просить иностранных лидеров проводить расследование против своего политического соперника, но этого еще недостаточно для импичмента. Если же доказательство, что он совершил тяжкое преступление, то вслед за общественным мнением от него может отвернуться и часть товарищей по партии. Во всяком случае один из них сенатор от штата Юта и бывший кандидат Великой Старой партии на выборах в 2012 году Мит Ромни с самого начала сообщил о желании всерьез разобраться с обвинениями в адрес хозяина Белого дома. Идеолог американских неоконсерваторов главный редактор журнала Билл Кристалл в интервью телекомпании MSNBC предположил, что заявление Ромни давнего критика Трампа могло подтолкнуть Пелоси к началу процесса импичмента. Тот, мол, дал понять, что и в палате представителей, и в сенате найдутся республиканцы, которые поддержат суд над президентом. Кристалл считает, что если в их партийных рядах отыщутся хотя бы два-три перебежчика, то вслед за ними потянутся и другие. Платину может прорвать, согласен обозреватель газеты The Washington Post Юджин Джозеф Дион. Вот тогда дела у Трампа будут совсем плохи, и поэтому его досрочный уход дело маловероятное, но не невозможное. Республиканцы при поддержке Белого дома наверняка постараются максимально затруднить или даже полностью сорвать расследование. Тем не менее демократы не скрывают, что рассчитывают завершить его как можно скорее, возможно, еще до Рождества. В 1998 республиканцы, контролировавшие Нижнюю Палату Конгресса, начали такие действия против Клинтона 8 октября, а уже 19 декабря провели голосование по резолюции об импичменте. Сенат оправдал 42-го президента США 12 февраля 1999 года. На этот раз события в Палате представителей тоже будут развиваться очень быстро. А вот дальше, когда разбирательство переместится в Сенат, возможно задержка. Белый дом уже дал понять, что намерен использовать для защиты президента все имеющиеся юридические средства и готов дойти до Верховного Суда. И если этот процесс не завершится до ноября 2020-го, то Трамп может стать первым в истории президентом, который будет добиваться своего переизбрания на новый четырехлетний срок после того, как Палата представителей объявит ему импичмент. президент. Продолжение следует...